Всем привет, родненькие, покашеварим на связи. Давненько мы с вами не встречались у меня на кухне, но после недавнего стрима, где произошло полное фиаско по приготовлению соуса Цезарь... Пошло, ну... Он у меня тупо не получился, кто был в этом эфире, те, наверное, помнят. Это же не может быть там из-за яиц каких-нибудь. Прям пахнет-то вкусно как, зараза. По каким причинам он не получился, вообще совершенно непонятно, потому что я его готовил, в принципе, точно так же, как я сегодня его приготовлю здесь, в этом выпуске. Так вот, и я решил, что надо все-таки сделать для моего канала полноценный выпуск, где мы разберем полностью тот самый рецепт идеального салата Цезарь, который я для себя считаю идеальным. От соуса до состава этого салата в конечном итоге. Вот я на своих обзорах там иногда говорю, что-то хватает, что-то не хватает, вот сегодня я сделаю Цезарь такой, как нравится мне. Поэтому этот выпуск сохраняйте себе, в описании под роликом будут все раскладки, в том числе самая главная раскладка для Цезаря, это, конечно же, соус. Раскладку по соусу я вам сделаю на разные объемы, ориентироваться будем на яйца. Да, не удивляйтесь, мы будем готовить соус, исходя из количества, а точнее, громовок яиц, которые мы будем использовать, а точнее, желтков. Здесь на столе вы видите, в общем-то, те ингредиенты, которые нужны будут мне. Я буду делать Цезарь с курицей, но вы можете делать Цезарь там с креветками или чем-то еще. Все остальное будет в описании под роликом. Цезарь – это же не только соус, это еще и что-то еще вкусное, да? У меня здесь два момента, с которых мы начнем. Соус мы приготовим после того, как заготовим курицу из сухарики. Самые кайфовые сухарики получаются из чиабатты, а самая вкусная, на мой взгляд, начинка получается из курицы. Причем, обратите внимание, у меня здесь куриная грудка, вот она, и куриное бедро, вот она. И то, и другое курица. Но, смотрите, по своей практике и вообще то, как я люблю готовить, у меня два пути, которым я стараюсь следовать. Если я беру куриную грудку, вот она, я ее готовлю для салата Цезарь только в сувид. Это очень простая технология, вакуумируете соль, перец, там, чесночок, и на 65 градусов на час в сувид отправляете, оно идеально готовится. Такая курица в Цезарь отлично подходит. Если я хочу Цезарь, например, с жареной курочкой или запеченной, где не так четко контролируется температура готовности, как в сувиде, то я беру куриное бедро. Все, очень просто. Сегодня сувида у меня нет, но есть замечательный аэрогриль, в котором я приготовлю бедрышко. А куриная грудка идет в заначку и отправляется в те места, где есть сувид. Ну, начну я с приготовления сухариков. Смотрите, да, не надо пересекать курицу и, соответственно, хлеб, потому что, ну, хоть он и будет у нас запекаться вот в этом аэрогриле, я про него вам расскажу. Но перед тем, как я про него расскажу, нарежем вот эту вот пышную чиабатту на кубики. И, естественно, добавим в эти кубики вкусного вкуса. А какой еще может быть вкус, как невкусный? Чиабат, она кайфовая, зачем обрезать с нее какие-то корочки, да? Я, например, дома никогда ничего не обрезаю, я оставляю как есть. То есть вот эти корочки, это тоже вкус. Почему бы в кусочки Цезаря не отправить этот хлеб целиком вот с этими вкусными корочками? Дальше, ребята, это нанотехнология. Берем пакет целлофановый. И вот туда вот все сухарики отправляем. Ну, будущие сухарики. Сейчас это вообще нифига не сухарики никакие. И теперь в этот пакет я буду добавлять все специи, которые я люблю в сухариках. А я люблю чеснок, я люблю сушеный лук, паприку, перец и, конечно же, соль. Без соли сухарики не делайте. Я добавляю паприку. Смело полторы ложки. Ну, тут зависит от количества сухарей, конечно, да? Это все вариативно. Прямо в пакет. Второе, это сушеный чеснок. Не свежий, а именно сушеный. Он распределится хорошо в таком случае. Обязательно соль. А вот перец, перец черный, вообще не обязательно. Но соль нужна. Итак, я сначала вот так вот сухое все перемешиваю. В пакете удобно, видишь, ну, зашибись, ничего не, никуда не девается. Смотри, очень хорошо специи распределились. И я добавляю масло еще. Я добавляю масло, чтобы прямо хорошо, золотисто все это было. И точно так же с маслом. Ну, с маслом специи классно прилипают. Теперь нам надо их подсушить, зажарить. Я буду это делать с помощью аэрогриля BQ. Вот такой замечательный аппарат. Значит, первое, что хочу сказать, что в этом гриле антибригарная поверхность. И по большому счету здесь не нужно использовать масло. Я масло добавляю просто, чтобы сухарики стали еще более топовыми. Их можно и без масла подсушить, так же, как и приготовить любой другой продукт. Модель называется GR2002. Я прямо так вот смело в поддон высыпаю сухарики, распределяю их. Объем чаши 6 литров, ребята, в принципе, хватит на дофига чего. Картошечки пожарить, там мясо, все вот это можно без масла полезно готовить в этом аэрогриле. Здесь очень много предустановленных программ для приготовления разных продуктов. Но в случае с сухариками, как бы, такой программы нет, поэтому я ее выставлю сам самостоятельно. Я выберу базовую программу, немножко уменьшу, наверное, температуру. Сделаю не 200, а градусов 170. Мне хватит 15 минут за глаза. И запускаю. Аэрогриль разогреется. Там внутри, кстати, лампочка, можно наблюдать, что происходит. Это очень удобная фишка. Можно смотреть, какое состояние твоего продукта. Кстати, чеснок и паприку далеко не убираем, потому что курицу я буду для курицы использовать те же самые специи. Чеснок, паприка. Периодически, конечно, лучше вот так вот достать. Вот так вот немножко потрясти. И обратно отправить до запекаться. Что с курочкой, ребят? С курочкой вообще все элементарно. Хрящики, вот всякие какие-то сильно висящие штуки тоже можно убрать. Конечно, там для какой-нибудь шаурмы это здорово подойдет. Но салат «Цезарь» все-таки чуть более эталонные кусочки нам надо сделать. Вот эти вот всякие хрящики убираем. Паприка, чеснок. Но тут еще я добавлю перец дополнительно к тому, что было в сухарях. Точно по такой же схеме паприка. Гранулированный чеснок. Соль я тут более контролируемо добавлю. Добавляю меньше чайной ложки соли. И черный перец. Это такая сухая обсыпка получается. Если вы будете готовить в обычной духовке, например, не в аэрогриле, то желательно... Нормально все, идет процесс. Уже запекается. То желательно еще маслишко добавить. В принципе, и для аэрогриля это тоже лишним не будет. Чуть-чуть масла. Все. И пока готовится курица, у нас вот это все дело тоже немножко подмаринуется там в течение 15 минут. Теперь в эту же чашу отправляю курицу. Я сделал всего два кусочка. Можно, конечно же, и больше разместить. Запускаем. Ссылку на такой аэрогриль BQ, как у меня, я оставлю в описании под роликом. Вообще, компания BQ выпускает очень много разной техники. У них на сайте вы можете ознакомиться с ассортиментом. Там у них есть все. От чайника и аэрогриля, как в сегодняшнем выпуске, до планетарных миксеров. В общем, изучайте информацию на официальном сайте, ссылки на которые будут в описании. Также имейте в виду, что по моему промо-коду покышеварим для вас будет скидка. 20% на всю технику компании BQ. Осталась одна минутка. Там уже курочка подзапеклась. Сейчас будем доставать. Курочка готова, ребята. Опа! Посмотри на эту красотень. И все. И можно переходить к самой основе. Это, конечно же, соус Цезарь. Просто записывайте. Мы по факту с вами делаем майонез. Поэтому, если совсем вам в лом заниматься соусом Цезарь прямо вот таким с нуля, вы можете взять базовый покупной майонез и добавить того, чего не хватает. Но, по моей практике, все-таки сделанный соус свежий, то есть на базе нашего домашнего майонеза, получается вкуснее. Один куриный желток я использую на 150 граммов масла. Два куриных желтка, соответственно, 300 граммов масла. И вот примерно так вы можете прикинуть итоговый выход вашего соуса Цезарь, который вы хотите подать на стол. Все остальное также будет в раскладках. Ну что, ребят, давайте приступим. 40 граммов. Я добавляю 13 граммов горчицы. Ну, там плюс-минус, да, 12-13. Это уже по вкусу. Чеснока граммов 15. И для старта я добавлю часть масла. Мне всего надо 300 граммов. Я буду добавлять, ну, чтобы вот погрузился блендер. Запомнили, 80 граммов. Теперь все это вниз. И погнали. Вот, вот, появляется такая плотная эмульсия. И вот когда она появилась, вот такая густая, можно уже приподнять. Теперь потихоньку добавляем масляшко, оставшееся. Так, целиком не надо, потому что может, может жидким стать. Чем больше масла мы добавляем, тем более густой и стабильный будет наш соус. Все, посмотрите, отличный густой майонез получается. Соответственно, теперь наша задача довести его до вкуса всеми оставшимися ингредиентами. Вот такой вот базовый мазик. Дальше я добавляю анчоусы. У меня на каждое яйцо я добавляю 2, иногда 3 тушки анчоусов. Соответственно, здесь 4 тушки, я их немножко перемял. Анчоусы продаются вот в таких банках. Соответственно, пользуйтесь. Я добавляю еще столовую ложку соуса ворчестер для вкуса, ой, для цвета. И примерно чайная ложка каперсов. Вся раскладка будет в описании, вы не ошибетесь. И лимонный сок. И теперь вкус соуса будет законченный. Все, ребята. Итак, ребят, соус получился. Не факт, что получится у вас с первого раза. Вот серьезно, это второй раз я делаю соус. И, как я понял, у меня два, у меня немножко масла осталось, да, и была новая банка, разные производители. Вот первый раз у меня не получилось. Вот первый мой соус. Он не загустился. И я сейчас попробую просто одну из теорий, как соус оживить. Есть несколько теорий в интернете. Это все теории. Одна из них не работает. Вот я сейчас ее еще раз пробую. Отправить в холодильник, чтобы все вот это расслоилось. Опять масло осталось вверху. Все остальное упало вниз. И попробовать еще раз взбить, чтобы получилась эмульсия. Не факт, что получится. Вот. Другой способ более надежный. И он, как правило, получается, если вдруг у вас получается жидкий майонез. Просто добавляешь туда яйцо. Одно яйцо целое, например, и доливаешь, соответственно, пропорционально еще маслишко. И у тебя, как бы, появляется новая эмульсия, которая потом, как кристаллы, как бы, вот, все остальное делает тоже густым. Вот, видимо, в этом физика, я не знаю. Вот. Поэтому соус не всегда получается. Расстраиваться не надо. Берите и переделывайте. Че еще делать? Вот. Ну, у меня со второго раза вот он получился. Замечательный, классный соус. Эталонный, как по мне. Осталось собрать салат. Ребят, и тут вот, смотрите, опять-таки, несколько нюансов. Два топовых, на мой взгляд, салата, которые используются в Цезаре, это салат Ромэн, он же Романа, он прикольный. Но, это классика считается. Но лично мне, например, гораздо больше нравится айсберг. Почему-то с айсбергом Цезарь по-настоящему хрустященький, кайфовенький. Хотя тут тоже очень много хрустящей части. Вот. Можно миксовать, как это делают многие. Ну, давайте сегодня сделаем классический Цезарь с листьями салата Ромэн. Так. Оп. Вот так вот, да? Ну, и хрустящей части тоже немножечко, немножечко бахнем. Рвать листья или не рвать. Кто-то говорит, что там нож что-то окисляет, можно порвать. Но надо самое главное правило соблюдать салатом и не делать лопухи. Вот многие производители ресторанов привозят вот такие вот лопухи, которые хлещут по ушам. И это капец неудобно есть. Поэтому, блин, возьмите и нарежьте. Черт, сделайте так, чтобы салат было удобно есть. Не нужны эти лопухи. Вот. Это моя теория. Там настоящие шеф-повара, наверное, скажут, что я не прав. Но салат должен нарезан быть не то чтобы мелко, но не крупно. Опа. Теперь перепелиные яйца. Я их забыл поставить варить, пока занимался соусом. Ставим варить яйца. Я прям беру 20 яиц, не обязательно мы все съедим и ставлю на комфорку. Перепелиные яйца варятся быстро, 4-5 минут, вот так вот за глаза, чтобы они стали вкрутую. Пока они варятся, мы нарежем с вами, например, помидорки черри. Опять-таки, можно оставлять целиковые, но я за то, чтобы помидорки резать пополам. Они тоже дают свой сок дополнительный. Прикольно получается. Когда целые помидорки черри, у меня складывается впечатление, что обо мне не позаботились. Давайте вот в конце ролика, да, я сейчас соберу салатик, и в конце ролика попробуем еще раз взбить вот этот неполучившийся соус. Отправляю в холодос. Пока возьмем курочку. Нарежем ее, ребята. Курица получилась классная, со вкусом, и благодаря тому, что это не куриное филе, не грудка, она сочная и классная. Вот я для салата Цезарь предпочитаю все-таки бедрышки использовать. Либо, повторюсь, сувидную грудку. Последнее, что надо сделать соусом Цезарь, это добавить туда пармезан. Хорошего пармезана в нашей жизни сейчас практически не найдешь. Тем не менее, уже появляется там российский выдержанный пармезан. Более-менее с каждым месяцем все более и более вероятнее, что у нас появится хороший пармезан. Потому что в пармезане главное, это, конечно, выдержка. Ну и плюс там другие всякие условия, которые повторить наши молочники могут, насколько я понимаю. Поэтому добавим еще пармезана, пока у нас варятся яйца. Можно для подачи, например, наделать слайсиков. Ну, знаете, как в ресторанах подают. А в соус замешать классический вариант. Мелко тертво. Добавляем часть вот сюда. И прямо вот туда замешиваем в соус. Тут опять-таки количество вот этого сыра, это все дело вкуса. То есть, там главное что в соусе, главное соблюсти, это густота анчоусы, соль. Вот все, что главное в соусе. Все остальное, даже каперсы, это, наверное, второстепенная штука. Пока варятся яйца, блин, за 5 минут столько всего в голову приходит, да? Как бы моментов, которые можно обсудить. Например, вот все-таки густота соуса. Я всегда за то, чтобы соус, вот он не держался на ложке. То есть, соус для цезаря, все-таки он должен чуть-чуть быть тянучим. То есть, мы сначала делаем густую базу, и потом вот разбавить немножко водой. Разбавить все-таки. Вот смотрю на него, и чуть-чуть вот хочется добавить. Можно воды, можно, наверное, какой-то кисломолочки добавить, да? Чтобы он был не такой густой. Он, кстати, чуть-чуть белее становится в этот момент. Из-за воды, не знаю, в чем тоже физика. Он такой становится более светлый. И уже он течет, видишь? Чуть-чуть водички добавили. Можно еще даже? Опа. А когда он густой, колом стоит, его и размешать-то не получается в салате. А хочется, чтобы все было в соусе. Во! Вот теперь вот консистенция идеальная, на мой взгляд. Поэтому тоже не понимаю, почему рестораны там не режут мелко салат и делают густой соус типа норм. Разбавь, все будет зашибись. Ребята, тут я вам ничего не покажу. Как бы собираем салатик. Че, тут все более-менее понятно. Вот так вот промежуточно берем соус и уже можем полить. Вот видите, блин, он течет, елки-палки. Это же дорогого стоит, когда течет соус. Добавляем перепелиные яйца. Я делаю салат, как вот я люблю. Мне нравится, чтобы были яйца. Сухарики, ребята, сверху. Пармезанчик. Можно еще вот этот лепестковый, который мы натерли, тоже положить. Но, конечно, это лучше делать, когда у тебя реально очень классный пармезан. И добротная порция соуса еще раз сверху. Эталонный цезарь по Витальке готов. И вот такой вот цезарь я считаю эталонным. Второй вариант цезаря, который я считаю эталонным, это то же самое, только курица в сувиде. Филе. Немножко поджаренное, может быть. Давайте попробуем. Самое главное, в салате цезарь, блин, это соус. На самом деле этот салат может простить практически все. Чуть-чуть не так приготовленную курицу. Может быть не самые там какие-то свежие. Помидоры черри. Да даже салат ты можешь варьировать и сделать. Из пекинской капусты этот салат. Но если у тебя будет вкусный соус, он закроет большинство вопросов. В общем, все раскладки по соусу будут в описании на разное количество соусов. Смотря сколько у вас там гостей. С одним, с двумя яйцами. С тремя там, можно с четырьмя и так далее. Сухарик. Курочка. Очень вкусная курочка гриль. Отличный салат. Ребят, повторяйте смело. Раскладки будут в описании. Не расстраивайтесь, если что-то у вас не получилось. Переделайте. У вас обязательно все получится. Ну а мы давайте попробуем с вами все-таки посмотреть, как себя поведет неполучившийся майонез после охлаждения и расслаивания. В самом конце вот такой вот экспериментик. Даст ли это что-то или нет. В общем, все, ребят. Раскладки в описании. Огонь. Давайте попробуем. Видите, да? Получилась как бы двухслойная такая история. Попробуем сбить еще раз. Нет, ребят. Эмульсия не получается. Не получается такой вариант. Может быть, надо дольше ждать. Надо переделывать. В общем, вот такие вот дела. Спасибо за просмотр. Спасибо, что поставили лайк и подписались на канал. Надеюсь, еще что-нибудь с вами поделаем такого интересного. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Редактор субтитров Н.Александр